Юнити CR Toolkit – это инструмент, который разработал Юнити с недавнего времени для того, чтобы обладать приложение виртуальное, дополненное и смешанное реальность. На слайде показаны оборудование, включая оборудование, которое поддерживается Юнити CR Toolkit, но есть приметка о том, что ZBJL они пока не поддерживают, но обещают в скором будущем. Вот, поэтому со временем вы можете посмотреть на обновление, может что-то новое выйдет. Мы будем с вами разговаривать в рамках виртуальной реальности, поэтому давайте перейдем дальше. У меня сейчас здесь Oculus Rift, поэтому мы будем делать для Oculus Rift. VR-приложения, но, кстати, в NPE мне сказали, что завезли Oculus Quest 2, можно будет их использовать для того, чтобы делать вам домашние задания по виртуальной реальности. Можно будет в школу цифровой экономики приходить, просто нужно будет вам заранее написать мне, если вдруг мне там не будет, чтобы договориться. Вот, и, в принципе, есть новое оборудование. Я сейчас вам буду показывать на Rift S, но появилось новое оборудование, в принципе, то, что я сейчас буду рассказывать, про Quest 2 подойдут без проблем. Вот, давайте мы сейчас поставим пакет, который показан на слайде, где XR Management, XR Interaction Toolkit, XR Pg Management, Oculus XR Pg. Это делается в пакетном менеджере. Эту сцену я сохраню как слайде. Найдите? Найдите. Ренейн. Так, отлично. и сейчас беру сцену икс артургий и пакеты нужны? window, а у меня XR тут нет, он не стоит, но window package manager, у меня 19 версия, если что, package manager, у меня сейчас сначала не обновляется пакет, потом можно будет выбирать и искать. Так, пакет, список пакетов у меня отнимусь, давайте найдем XR, здесь есть поиск XR, XR plugin management install. И это ставилось, теперь Oculus XR plugin вижу, install, и теперь XR, смотрите, у меня на слайде показано было, это вам тоже важно, XR introduction plugin, preview версия, ее здесь не видно, потому что вот в advanced дополнительно нужно show preview package, и когда у вас появляется XR introduction plugin preview 7, здесь можно версии выбирать еще, если вдруг вам нужна конкретная версия, вот, preview 7, вот здесь. ОК, поставлю тут аппарат по умолчанию. Рестарт, потому что API кодов пообновилось, ОК, давайте, пока Unity рестартует, пойдем дальше. ОКОЛОС XR plugin, ну, он автоматически, он автоматически подтягивает необходимые зависимости, которые ему нужны будут, то есть, если мы сначала поставили ОКОЛОС XR plugin, он бы поставил XR менеджмент. ОКОЛОС XR plugin, это шлемы, которые пришли в UTI, вот, можно будет их использовать, можно под них разрабатывать там, приложение под Windows, можно сделать под Android, если выключить именно, чтобы приложение работало автономно, без включения компьютера. Вот, если выключить компьютера, то нужно будет либо по кабелю, которые не пришли, поэтому, так себе, либо по Wi-Fi, но по Wi-Fi тоже, ну, там долго будет все происходить, поэтому, если ОКОЛОС XR, тогда версия под Android. ОКОЛОС XR в принципе, вы можете под ОКОЛОС XR, просто, ну, когда есть более новое оборудование, кажется, что лучше на нем практиковать. Вот, но, ОКОЛОС RIFT, сейчас я вам буду показывать, RIFT S, по-моему, у нас нет, вот, но они стационарно подключаются к компьютеру, тоже, и сборка происходит под Windows, соответственно, ОКОЛОС XR plugin позволяет, мы сами там, собирать приложение, что под Android, что под Windows, вот под Android дополнительно вам нужно будет Android в режиме ставить вместе. вместе с Unity, вот, но это, если что, можно будет вам доставить. Далее, как настраивать Unity проект для XR-проектов, вот, в Project Settings, вот, на слайде показано изображение, как это выглядит в интерфейсе Unity. Установить XR plugin Management, либо, вот, можно было через пакетный менеджер ставить, либо, если вы забыли уже поставить, у вас здесь будет кнопочка Install XR plugin Management. Вы просто обоставляете его, и у вас вставляется следующий интерфейс. После установки нужно выбрать платформу, под которую вы будете собирать, в моем случае это под ПК, под Windows. И, здесь, в plugin провайдерс, мне нужно выбрать ОКОЛОС, потому что у меня, ну, под ОКОЛОС нужно собирать приложение. Далее, у вас появится, после того, как вы ОКОЛОС выберете, у вас появится XR plugin Management, вот здесь, под пункт ОКОЛОС, и здесь, соответственно, вы можете под Android и под Windows выбрать дополнительные настройки рендеринга. Вот, и далее, чтобы добавить объект, который будет, там, камеры контроллерами, получить изображение, ой, не изображение, положение камеры в пространстве, и чтобы этот момент отвлаживать, видите, вам необходимо этот объект, ну, объект, который необходимо добавить на сцену, называется XR Rig. Нужно будет его на сцену добавить, и этот пункт должен появиться в категории XR. Вот, вот видите, их видите, XR plugin поставила, да, вроде все поставила, если что, что-нибудь доставим. Да, здесь, видите, появился список объектов, которые мы можем положить, вот, на сцене. Теперь, Edit, Project Settings, XR plugin Management, ну, у меня все стоит, вот это стоит, вот это стоит, все отлично, все хорошо. Обратите внимание, сейчас на пустой сцене у меня находится пустая, на пустой сцене находится камера Duration Light. Вот, для того, чтобы, вот эта камера была привязана к шлему, она должна быть настроена, там, XR plugin, можно просто добавить XR, XR Rig, давайте сначала добавим device-based XR Rig, room skill, XR Rig. Сейчас я вам буду рассказывать праздники между room skill и XR, и сцену, что мы видим XR Rig. Ну, сначала хочу сказать, что, вот, после добавления у вас, мейн камера автоматически ушла, вот, появилась камера внутри XR Rig, вот, мейн камера. Теперь, вот, это, мейн камера, которая является дочерним элементом для камеры offset, это камера offset для XR Rig. Соответственно, здесь, все будет положение шлема, положение контроллеров, можно будет, как и все, использовать. Плюс XR Interaction Manager. Вот, теперь, ну, вы видите, что объект называется XR Rig, это, там, при добавлении у меня был выбор device-based, или, вот, еще есть action-based. Давайте, давайте дальше. Вот там, там, стиль, station, rig, за риг. В чем разница? Station, rig, стиль, расспсуществует смотреть на какого-то кубе, то есть, у него есть три степени свободы, это только, там, вращение относительно трех осей, X, Y или Z, не пятих перемещений. То есть, если вы в реальном мире будете перемещаться в каких-то осей, эти перемещения не будут отражаться в виртуальном мире. Соответственно, вам нужно... Ну, это все зависит от оборудования, которое вы будете использовать. У меня Oculus Rift, поэтому 6 степеней свободы. То есть, при перемещении физически, это шаг в виртуальной среде также. И если это будет Oculus Rift, то тоже 6 степеней свободы. Если есть Oculus Go, то оно у нас тоже есть в университете. Там, как раз, вот 3 степени свободы, там нужно будет в extension experience использовать. Вот, там нет настройки по вцепете, там вы просто вращаете голову. Вот, но ваше положение в фиксированной точке. Вот. Room сделать experience. Окей. Теперь давайте делать... А, ну и девайс-бэйс. Почему я создала девайс-бэйс? Потому что я сейчас в экшенах таких не буду создавать. Что такое экшен? Я могу создать действие, например, например, действие будет называться, там, телепортация. Вот. А есть события на кнопку контроллера, там, на триггер какой-нибудь. И я могу реализовать функцию телепортации, которая будет зависеть только от нажатия на конкретную кнопку контроллера. А могу создать экшен телепортации. Функция будет зависеть от экшена, а экшен привязывается к конкретной кнопке. Для чего это нужно? Это позволяет легко настраивать приложение под разное оборудование. Вы привязываетесь к конкретному экшену, а экшен уже зависит от разных аппаратных инпутов, которые предоставляются вам в зависимости от того, на каком оборудовании вы работаете. Поэтому сейчас мы делаем всю девайс-бэйс, потому что экшен и сейчас создавать не будем. Вот. В XR-Rig, в XR-Rig давайте сделаем репортейшн и снэпчерн, резкие повороты. Для того, чтобы нам сделать локомоушн-систем, да, во-первых, локомоушн-систем, система для перемещения объектов для обращения к репортации. Вот у нас есть XR-Rig, на него нужно добавить локомоушн-систем. Это скрипт, который предоставляется плагином XR. Здесь XR-Rig. Давайте, он хочет, давайте добавим. Вот, верхний компонент. Это все скрипты, здесь значок C-Sharp. Просто шарп. Вот, XR-Rig. Далее, локомоушн-систем. Теперь телепортейшн-провайдер. Так, сейчас мы наобьем провайдер, девайс-бэйс-стем. Вот, вроде, все. Теперь, смотрим телепортейшн-провайдер. Здесь у кого уже есть, мы поставим ему мошен-систем. Наобьем провайдер тоже хочет, пока мы уже создали этот мошен-систем. Теперь мы хотим создать какую-то... Хочу создать плейн, который есть автоматически здесь. Или партейшн-териа. Есть партейшн-антрища. Давай им перья. Свет включен. А патерейшн-провайдер. На самом деле, можно было в предыдущей сцене, где освещение, чтобы были объекты с точки зрения разных. Ну, ладно, уже. Ну, или позже добавим. Так, для патерейшн-териа, давайте резет. Так, резет. И хочу эксаблик, тоже резет. Просто, чтобы мы в нуле спавнились. И где у нас? Лейн-бёрд. Центр-пэйн. Так, и по идее, сейчас я вот эту штуку могу запустить. У меня должно заработать всё на шлеме. Я её настраиваю. Или настраиваю. Вообще, я настраиваю. Но не сегодня. Так, давайте я... Вот, оккурс, оккурс там запустился. Посмотрим, что там происходит. Так, я здесь... Сейчас у меня камера сильная внизу. Давайте... Так. Сейчас давайте я тебя руку возьму. Здесь она была... Такой боже мой, да? Такой боже мой, да? Такой боже мой. 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 я вижу картинку вот думаю что зону мне все равно нужно настроить чтобы все работал но сейчас по идее у меня должно должна работать че телепортация так здесь xr менеджер автоматически добавлен и телепорт триггер он селектики excited enter он activated он неактивит зависит от того какой набор кнопок на контроллере вы должны нажать на где там 1 2 вот для того чтобы активировать непосредственно телепортацию я запущу а а а а а Ну, вот я навожусь на объект, и селепортация работает. Здесь есть на контроллерах автоматические лучи, которые выходят из контроллеров, ими можно наводиться. Вот, сейчас у меня работает по нажатию на кнопку триггер. Вот, при наведении на объект луч подсвечивается другим. Так, давайте мы делаем захват объекта. Захват объекта. Я делаю близко, потому что у меня тут не так много места сейчас в комнате. И чтобы не наклоняться, сделаю такую платформу а-ля столик, на котором будут другие объекты. Легко, давайте тут другой маленький будет. Так, физику уже я вам рассказывала. Давайте я включу сейчас гравитацию у этого маленького куба. Здесь гравитации нет, а просто объект стоит, но есть коллайдер, это значит, что сквозь объект. Мой кубик проваливаться не будет. Сделаю его другому материалу. Давайте нашим розовым, который светит все. Сделаю его другому материалу. Теперь запускаю. Для того, чтобы куб можно было брать. Мне нужно на этот объект положить, добавить скрипт. Интерактабл. Не, даже, чтобы граб интерактабл. Есть дарик интерактор. А, нет, не интерактор, интерактабл. А, который говорит о том, что этот объект можно, ну, как граб интерактабл. Во-первых, взаимодействие с этим объектом, граб, это именно захватит. Здесь еще символ интерактабл. Давайте сделаем граб интерактабл. Сейчас я вам... Так, и где контроллер? Так, у лео, у лео, у лео есть, про интерактабл. Если бы его не было, то нужно было какой-то интерактабл добавить. То есть, кто-то взаимодействует, это интерактабл. Кто-то взаимодействует, и с чем, это интерактабл. Вот, теперь давайте запустим. Не знаю, мне плохо или хорошо слышно. Ну вот, примерно... Так, сейчас как это работает? При наведении лучом на этот объект, Я понимаю, на какой объект я навелась, и я хочу этот объект взять. Я могу его взять не с коллайдером. Могу сделать так, чтобы можно было соприкасаться с коллайдером. Вот. Но сейчас, ну, в рамках моей комнаты это неудобно. Например, вот объект упал на пол. И, ну, чтобы наклониться, у меня трекинг иначе потеряется. Наоборот, удобнее наводиться лучом прямо на объект. Вот. Примерно так. Это пример, как легко, быстро, в принципе, сделать депортацию, как сделать объект объектов. Телепортейшн-эре можно добавить... Я добавляла сейчас перед вами. Можно создать пустой объект. Пустой плейд. Это объект. Плейд. И на него там добавить телепортейшн-эре. Можно добавить куб. И на него добавить телепортейшн-эреакция. Будет знать, что на эту поверхность можно будет телепортироваться. Вот сейчас на стол мы телепортироваться не можем. Можно добавить адскрипт и, в принципе, можно будет телепортироваться и на стол. Вот. И это, что я хотела рассказать вам PVR-у. Вот. Подумайте над тем, какие проекты вам хотелось бы реализовать в виртуальной реальность. Если конкретных, ну, если вдруг идей не будет, можно будет подумать вместе с вами и делать. Можете вот... Можно прямо сейчас подумать. Вот. Чтобы в конце следующего занятия можно было определиться, какие проекты вам делать. Можно придумать VR-приложение на основе домашнего задания с источниками освещения. Вот. И еще есть. Можно делать фруктового ниндзя в виаре, но нужно будет рассекать модели и нужно будет, чтобы при рассечении фруктов у вас, ну, сами сечения визуализировались. Можно... Ну, у меня идеи, например, из Олимпиады МПИ по виртуальной реальности среди школьников, но у них там был интенсив про Олимпиаду. Вот. В этом году делали подводную робототехнику и нужно было находиться в кабине подводного аппарата. и закрывать утечки. Там генерировалась система трубопроводов из трех типов труб. И из каждой кубы вытекали утечки, которые всплывают на поверхности воды, которые тонут, опускаются на дно. там нужно было ограничивать область видимости, добавлять эффекты воды, соустику, блики. в этой технике должна была быть максимальная погруженность в воду. Мы дополнительно начинали баллы за реализацию собственных ли, которые бы хорошо внедрялись в рамках, ну, вот этой тематикой подводной робототехники. Вот. Система труб должна была генерироваться, карта бесконечная. И, в принципе, можно такое решение разработать. Здесь, думаю, можно коллективом будет работать. Вот. Что еще? Еще был проект с ледяными скульптурами, когда нужно было из какой-то грубой, ну, вот есть ледина огромная, ее нужно как-то рассекать для того, чтобы придать какую-то форму, а форма дается, там, приложением. Нужно, там, вырезать юст, там, какого-то персонажа. Ну, это очень, ну, конкретно персонажа сложно делать, но можно сделать, вырезать, там, домик для начала. Вот. Там тоже нужно регулировать решение очень хорошо. Вот. Можно ваши идеи, в принципе. Ну, у меня как-то студенты делали кухни в виртуальной реальности. Нужно было там приготовить карбонару, еще там какая-то паста была, карбонара. Купка была нёза, по-моему. Вот. И, ну, нужно было нарезать там фрукты, овощи, какая-то готовка, визуализация, индикация по времени. Вот. Идей, в принципе, много. Вот. Вот. Можно будет работать над ними. Если у вас есть какие-то ваши дипломные проекты по виртуальной реальности, можете начать делать, ну, если вы знаете, что хотите уже делать, видите, можете, ну, можно в рамках этой дисциплины будет начать реализовывать и вы получите оценку. вот. А если хотите работать в командах, соответственно, ну, надо будет обсудить, чтобы был проект не сильно простой. Ну, если у вас два человека, соответственно, объем работы должен быть, ну, рассчитан на два-три человека в зависимости от количества человек в команде. вот. А вы можете, у вас староста у вашей подгруппы есть здесь? Может, вы составите таблицу, в которой распределите проект, какой хотите делать. и если вы в команде собираетесь, то чтобы таблице это было отражено. Можно кто-нибудь выбирать? Давайте я, кстати. Так, здесь...